небольшой дисклеймер после того как ты пройдешь этот курс ты перестанешь слышать музыку так как ты слушал до этого сейчас объясню что я имею ввиду для простого человека не посвященного в продакшн музыка это единый звуковой поток вызывающий какую-то определенную эмоцию как это сделано простой человек тоже вряд ли сможет объяснить возможно в его понимании это старые седые люди там с красными глазами сидят на студии чё-то потеют отчасти это правда для меня как для человека который занимается этим уже более 15 лет то есть больше половины своей жизни я пишу музыку для меня это набор звуковых слоев каждый из которых настроен таким образом чтобы лучше комбинировать с остальными сейчас объясню ты слышишь музыку то есть играет песня ты слышишь как песню я ее слышу как комбинацию дорожек от типа этой комбинации и наполнения дорожек зависит та часть спектра эмоций которые испытает слушатель звучит сложно но это значительно проще чем кажется на первый взгляд я тебе точно говорю технологии сейчас не стоят на месте и то что раньше делала целая команда людей миксинг инженеры мастеринг инженеры аранжировщики саунд дизайнеры еще целая куча людей там всяких разных сейчас это может сделать почти любой школьник в одиночку при определенной скажем так сноровки даже бесплатно главное это иметь идею и желание в рамках этого курса ты научишься писать хаус треки с нуля ты поймешь технологию создания простого элементарного хаус трека опираясь на полученные знания со временем освоишь более комплексный звук здесь не будет какого-то крутого синтеза и углубленного сведения с мастерингом когда ты хочешь научиться варить например пельмени ты не вникаешь в тонкости выращивания вкусного мяса тонкости кормления ухода за коровами и всякие другие штуки ты делаешь основу тесто замешиваешь фарш заворачиваешь фарш теста кидаешь кастрюлю варишь ешь все так вот подавляющее большинство слушателей не обращает внимание на то как сделан трек им важно то как он звучит и воспринимается как с пельменями человеку не важно как именно были скручены эти пельмени если они вкусные значит твоя первоочередная задача научиться этот трек делать понять как заставить его звучать как сделать его вкусным как я уже говорил выше это намного проще чем кажется мы здесь за практикой фактически тебе нужен будет аблтон интернет глаза уши и то откуда звук в твои уши будет попадать желательно конечно иметь качественный источник звука будь то мониторы или профессиональные или полупрофессиональные наушники но за неимением их можно использовать даже хай-фай оборудование я знаю много людей которые совершили одну и ту же ошибку перед началом обучения они вбухали гигантские бабки в оборудование на продакшн довольно дорогое удовольствие и не зная почти ничего о назначении этих девайсов сильно жалели об этом когда технические возможности сильно превосходят творческие ты чувствуешься тупым когда наоборот ты можешь пойти и купить что тебе не хватает поэтому сначала учишься потом покупаешь нужное оборудование мой тебе совет закрывай потребности только по мере их возникновения хочешь учиться играть на клавишах покупай медишку хочешь упороться в сведение или мастеринг купи себе бюджетный но плюс-минус качественный звук желательно мониторы плюс наушники но не со старта потеряться в разнообразии техники очень просто поэтому вот тебе список оборудование от самого нужного к ситуативному на первом месте конечно же комп не pentium 4 на 4 гига оперативки и не маг какой-нибудь там 92 года выпуска актуальный более-менее современный он очень нужен да вообще комп очень нужная штука не только для продакшна поэтому сам знаешь что чем чаще ты обновляешь комп тем лучше для тебя же на втором месте меди клавиатура один из самых полезных навыков для любого продюсера это умение играть на клавишах короче близко к маст хэву но обойтись без нее можно но будет очень большим плюсом наличие чего-то пианино подобного перед глазами в идеале конечно медишки или синтезатора формата casio чтобы на этапе основ сальфеджио ты понимал о чем идет речь на худой конец можно скачать приложу к себе на телефон эмулятор пианино такие есть и в апсторе и в google play поэтому если хорошенько поискать можно найти на третьем месте внешняя звуковуха она поможет твоему компу во-первых дожать полной грудью во вторых не задумываться тебе в процессе написания вывезет у тебя комп или не вывезет в третьих на них как правило есть регулятор громкости на четвертом месте сам по себе звук будь то мониторы или наушники супер крутой звук на старте не нужен как я уже сказал на первых порах можно обойтись hi-fi плюс к тому к мониторам конкретно к мониторам нужно готовиться а именно акустически оформлять помещение подбирать правильный стол стойки для них еще и помещение правильной формы нужно этот стол нужно расположить правильно мониторы нужно расположить короче это целая наука поэтому поначалу приоритет хорошие уши если конкретнее то если допустим диджей то сенхайзер hd-25 вообще нормально справляются техник с rp-диджей 1210 тоже порядок но если ты хочешь что-то именно уже полупрофессиональное либо профессиональное я тебе настоятельно рекомендую by rd dynamics dt 990 pro это полуоткрытые мониторные наушники первонаперво не переживай у тебя все точно получится это не какая-то там мотивационная хрень это факт даже если ты просто будешь нажимать тоже самое что я как минимум у тебя получится такой же трек который получился у меня второе сведи к минимуму отвлекающие факторы закрой окна желательные двери тоже поставь телефон на авиарежим только потом приступай к просмотру третье и и обязательно записи у тебя конечно останется видео в любой момент ты можешь его пересмотреть но пометки как уже было доказано не раз помогают лучше запомнить я например аудиал я лучше воспринимаю информацию на слух чем каким-либо другим образом но тем не менее когда смотрю туторы или там мануалы какие-нибудь я делаю пометки это очень помогает четвертое и наверное самое важное ты можешь выучить дословно все что я говорю вплоть до раскадровки но без практики ты ни хрена не сможешь обязательно покрути каждую ручку ткни каждую кнопку посмотри что за что отвечает это очень и очень важно знание и навык не одно и то же приятного просмотра